есть да или да я вижу видите мой экран хорошо значит я хочу начать с того что указать на некоторую такую опечатку которая значит вчера у нас там то есть прошлый раз прошлый раз было значит я имею ввиду ту часть теоремы катцы которые относятся к теорем катцы для струны ниве шварца рамона которые относятся эту часть которая относится к рамоновскому сектору значит дело в том что ну как мы знаем можно по-разному выбирать по-разному выбирать есть проблема упорядочить операторов в единственном генераторе алгебры века к виросора так и супер виросора или 0 мы можем здесь добавлять вот так к такому выражению никто какой-то констант в зависимости от этого будут меняться как как могут меняться коммуникационные соотношения это вещь совершенно такая произвольная меняться как коммуникационные соотношения так и значит физические условия так вот формулировка и в том числе само утверждение теоремы катц там меняется будет эта константа сказаться на этих условиях вот так как она была сформулирована вас формулирована при таком условии что или 0 определено как здесь написано без добавления какой-либо какой-либо константы при этом коммуникационное соотношение в котором участвуют коммутируют нечетные генераторы алгебры супер виросора для когда коммутируют g0 g0 то это равняется g0 в квадрате равняется на иль 0 а вот 0 минус d на 16 а есть другое стандартное такое стандартный выбор который отличается от этого прибавления здесь вот некоторые константы и в этом случае соотношение в алгебре супер виросора выглядит одинаково как для случая рамоновского так и неюшварского короче говоря вот надо таким образом надо к тому имеет значит теоремы катца которая утверждает что для r сектора что модули со старшим вектором который удовлетворяет который имеет вот такую размерность но является старшим вектором такой размер где дельта mn в r секторе выглядит вот таким образом вот это выражение плюс 1 16 на уровне mn пополам где m минус n является нечетным числом есть особый вектор ну тогда теперь когда мы поскольку у нас физическое состояние выбирается в теории струн таким образом что они являются старшими векторами удовлетворяет то есть вот этому условию а кроме того инвариантно относительно не применение действий же 0 20 сразу же получается вот то условие которое которое там было написано нужно если же 0 на фи равняется нулю то или 0 на фи равняется из вот этого соотношения и 0 на фи равняется д на 16 а с другой стороны соответствующие соответствующие 0 вектора которые мы должны выбросить имеет размерность которые вот следует из теорема кацин получаем вот это это соотношение который был в прошлый раз хорошо теперь значит верток со физических состояний а мы как как они выглядят мы имеем в нс секторе вакуум вакуум является ну на языке таких локальных полей это вакуум из обоставляется и просто экспонента от поля x в нс секторе он удовлетворяет тогда условием применения генераторов и лены же r в нс секторе аннигулирует этот вертекс а и где применение этих генераторов вот мод на языке на языке локальных полей описывается вот известным нам образом через такие контурные интегралы вот и к квадрат к квадрат равняется равняется нулю если если на если мы рассматриваем уже физическое состояние на уровне на уровне 1 2 а на нулевом уровне имеется снова тахион так что как квадрат здесь написано применительно к состоянию уже на уровне 1 2 это вектор на частиц а здесь к квадрат равняется как квадрат пополам равняется как квадрат равняется как равя как вода отравняется единиц единиц то есть это состояние с массой квадратом массы квадрата массы минус единиц на нулевом уровне она является скаляром по отношению скаляром по отношению группе с 1 9 и применяя к нему вот эти оператор которые сами преобразуются по отношению группе отношения группе с 1 9 преобразуются по векторам представления мы получаем естественно при стензорное произведение этих векторных представлений то есть что соответствует полям спинам целым целым спинам при разберении на неприводимое представление и мы ожидаем что тем самым что эти состояния на секторе относятся относятся к бозонам написывать бозонное состояние струны есть r сектор основное состояние в р секторе как мы обсуждали поскольку есть вот генератора нулевой модель поля пси в этом случае то основное состояние является не скаляром а принадлежит к спинарному спинарного представления группы с 1 9 значит это тридцати двухмерный такой тридцати двухмерный тридцати двухкомпонентный спинар маярановский спинарный потому что поле пси у нас является всеми является на районе мира паски фирме он вот и значит как написать такое какой вертекса локальное поле какое сопоставляется такому состоянию вот есть степени и к x который зависит от поле x определяет определяет импульс этого состояния а с а а z это часть которая описывает соответствует тому что здесь это спинар который мы потом явно найдем так что это такой спинарный оператор вертекс спинарный с а z значит мы будем предполагать что вся зависимость от вот импульса сидит вот здесь я поле x вообще сидит здесь поэтому операторная разложена операторное произведение операторное произведение и поле x ну или его лучше сказать его производной с с ли является регулярным но у нас имеется оператор же меню здесь опять индекс 1 опущен оператор же меню который который является генератором и меню от у которой генерирует при образа преобразование лодница и по отношению к ним само поле пси ведет преобразуется по векторному представлению что отражено тем что полюс вычет в полюсе первого порядка вот выглядит выглядит таким образом а что касается с то семью операторное предложение пси от у с с от z с этим полем имеет вот такой вид и здесь есть полюс здесь и не стоит гамма матриц это соотношение то есть ничто иное если мы вспомним как пси мю напишем для напишем для рамоновского сектора определение определение нулевой моды вот с помощью контурного интеграла то то что называется бы 0 и у рамоновском секторе будет выглядеть именно вот как интеграл интеграл вот от от этого все это соответствует действие оператора динут какое операторное разложение вот этот факт выражает то что вертекс с соответствует соответствует спинар но и теперь и значит у нас появляется таким образом на здесь мы ирановская сперва норме она камера на русское представление в десятимерном пространстве ассигнатура 19 вообще в десятимерном пространстве мы ирановской существует мы знаем что мы ирановские велиевские представления существует не в любом не в любой размерности размерность пространства в десятимерном пространстве существует возможно одновременно и существование представлений которые являются одновременно мы ирановским и велики вот давайте построим это представление пусть значит она сколькими там и вообще в спинорное представление скамер сколькимерной 2 степени 10 пополам 30 то есть кому матрицы должны быть десятимерным пространством матрицы должны быть 32 на 32 вот давайте значит его построим блочным матриц можно построить как блочные матрицы стоящие из блоков пусть то и это стандартные матрицы пауле который является эрмитом и который у которых то у 2 является чисто мнимой матрицы поэтому вместо того 2 ведем эпсилен она будет уже вещественной матрицы потому что мы хотим построить гамма-матрицам ирановском представлении значит мы хотим их построить построить чисто вещественными вот таким образом у нас есть матриц стал один эпсилен и того до который является вещественными вещественными матрицами 2 на 2 теперь можем определить 8 матриц которые будут матрицами 8 на 8 но вот они здесь перечень написаны матрицы эпсилен прямой такое произведение трижды и так далее и эти матрицы являются находится в анти часа вот здесь мне какая-то опечатка имеется да здесь я обещал но давайте вы сами тоже найдете вот эти матрицы являются образует алгебру крифорда крифорда смирно 8 верную алгебру клиффорда и эти соответствующие гамма-матрицы которые они удовлетворяют антикоммуникационным соотношением гамма из гамма g равняется антикоммуникатор равняется 2 дельта и g и они значит вот мы их так будем это матрица 8 на 8 мы будем их обозначать со шляпкой потому что еще понадобится вот дальше будет гамма-матрица без шляпки 16 на 16 если мы возьмем вот эти матрицы они вещественные и теперь определим 16 на 16 уже матрицы таким образом как блочные матрицы здесь по диагонали ставят нули а здесь гамма и и гамма и транспонированы тогда значит эти 8 матриц будут удовлетворять антикоммуникационным соотношением снова на дельта и g то есть там сигнатура положительная а кроме того их произведение которое определено вот так этих 8 8 матриц еще одна опечатка здесь 8 нужно быть у нас есть 8 8 матриц еще раз и 8 матриц гамма 8 на 8 гамма и со шляпкой из них строится 8 матриц 16 на 16 вот так анти диагонали стоят гамма и транспонированы и к ним добавляется еще одна 16 на 16 матрица которая которая представляет собой произведение вот этих матриц ведь они без шляп этих матриц просто произведение гамма-1 до гамма-8 здесь опечатка и значит это гамма-9 антикоммуницирует с ним так мы имеем 9 матриц которые удовлетворяют антикоммуникационным соотношением вот этим 16 на 16 но и последний шаг можем 32 на 32 матрица которые которые значит выглядеть таким образом называется будем обозначать их гамма большую из них гамма и со значками от единицы до 9 устроен из этих матриц 16 на 16 вот таким образом а еще одна матрица гамма-0 она значит вот устроена так тогда эту матрица мы уже построили а матрица 32 на 32 они являются они являются вещественными то есть они задают майорановское представление группы майорановское представление значит этой группы су-1 су-1-9 майорановское спинорное представление группы су-1-9 и значит кроме того мы можем вести значит у нас имеется 10 матриц 10 гамма-макриц и сигнатура здесь минус единица стоит когда мы коммуницируемый стоит минус единица а дальше стоят плюсы ну и наконец мы можем определить еще мать одну матрицу которая соответствует играет ту же роль как четырехмерном пространстве есть матрица гамма-мил но и здесь у нас тоже такое только что было как гамма-5 это произведение этих матриц всех десяти это есть матрица которая будет обозначаться гамма она значит антикоммутирует с этими 10 и имеет явно вот такой вид и кроме того гамма квадрате гамма в квадрате равняется гамма в квадрате равняется единице поэтому это гамма в квадрате она определяет этот оператор определяет в нашем тридцати двухмерном пространство вещественном и ирановского представления определяет два подпространства собственных относительно этого гамму эти подпространства они представляют собой все пространство представляет собой неприводимые майораннское представление алгебре клиффорда а Ну и представление, конечно, иранское представление группы СУ-1.9. Но теперь это пространство развивается на два, является приводимым по отношению к СУ-1.9. Не приводимым по отношению к Алгебре Клиффорда, но приводимым по отношению к СУ-1.9. И одно пространство, собственно, с гамма равным, на котором гамма, вот этот оператор действует, керальности действует с плюсом, является вилевским правом, а с минус левым вилевским фирменом. Ну вот, так что мы на нулевом уровне, в R-секторе, у нас, оказывается, пространство приводимым состоит из суммы двух майоран-вилевских пространств, которые, так можно обозначить, на выводе плюс-минус. Кроме того, когда мы накладываем уже физическое условие в теорию струн, то добавляется еще одно условие – условие уравнения Дирака. То, что мы с вами обсуждали уже, уравнение Дирака. И поскольку это уравнение Дирака без массы он является, то этот оператор гамма коммутирует, он является, во-первых, гамма-матрис здесь вещественным, так что он совместим с моей рановостью, с моей рановостью нашего спинора. Но, кроме того, поскольку нет массы, то он коммутирует, точнее, антикоммутирует с матрицей гамма, которая определяет геральность. То есть существует решение, безмассовое решение уравнения Дирака, который является, на нолевом уровне, который является, значит, у нас является майоран-авильевским спинормом. Значит, что мы получили? Исходно у нас было 32-мерное вещественное пространство, поскольку майоран-авильевский у нас спинорм, поскольку ПСИ является веществом, ПСИ является веществом. Дальше, после того, как мы сделали его веевским, то, значит, оно стало 16-мерным, и после наложения условий уравнения Дирака остается 8, значит, имеется майоран-авильевский спинорм, который удовлетворяет уравнение Дирака, что собой представляет. Ну, значит, как я объяснял при том выборе упорядочения, о котором я говорил выше, из условия гамма-0 на физическое состояние следует, что или 0 на этом физическом состоянии равняется 5,8. Вот это следует из того условия, о котором я говорил в самом начале, что при таком упорядочении L0 без прибавления добавочной константы, это одно из двух удобных таких определений оператора L0, верна теорема Кацака в той формулировке, о которой я говорил, и L0 равняется при этом G0 в квадрате плюс D на 16, то есть плюс 5 в 8-мых в 10-мерном нашем пространстве. Вот. Таким образом, значит, мы приходим к тому, что у нас имеется вот на нулевом состоянии, на нулевом уровне, такое состояние. Значит, до этого мы говорили о том, что это состояние мы можем записать в таком вот виде, я в степени и КМЮ на ХМЮ, где КМЮ, как из уравнения Дерако следует, является светоподобным вектором, соответствует массе 0. А С, вот часть вертекса, которая ответственна за то, что это состояние является спинорм, имеет вот такие операторные разложения PSI-α, PSI-α. И отсюда из этого операторного разложения следует, что размерность, ну, мы уже это вот видим и из того соотношения, которое сейчас мы написали, вот, что L0 на ФИ равняется 5 восьмых. Это из этого вот условия, которое есть физических, содержится в определении физического поля. Ну, или если мы напишем оператор, оператор тензор энергии импульса через фермионы PSI и X, то мы увидим из операторного разложения поля PSI со спинорным вертексом, спинорной частью вертекса SA, мы увидим, что действительно такое операторное разложение имеется. Вот. И тут возникает тем самым проблема, которой не было у нас в бозонной струне. мы знаем, что вертексы для того, чтобы определять физическое состояние, для того, чтобы их применять, через них писать амплитуду рассеяния, должны быть не только примарными полями, но и должны иметь размерность. Эти примарные поля, вертексы, должны иметь размерность единицы. А здесь у нас пять восьмых. То есть вот здесь возникла серьезная проблема, которую люди в свое время думали о том, как решить. Решена она была в двух работах. В работах Ватика Книжника, который нашел этот фермионный вертекс, и независимая работа Фридана Шенкера Мартиника. И решение этой проблемы потребовало бы РСТ-подхода. Вот почему РСТ-подход, который... Ну, вообще он удобен и в бозонной струне, но он не является совершенно актуальным таким. А в струне фермиона, в струне Нью Шварцеромон, без него вообще непонятно, как обойтись. Им нужны РСТ-подход, духи для того, чтобы написать правильный вертекс фермионного состояния. Ну, и поэтому мы переходим теперь к РСТ-подходу. Точнее, для того, как переходить к нему, давайте еще сделаем, обсудим еще одну вещь. Обсудим базонизацию наших полей ПСИМЮ в фермионной струне и самого поля СА. Ну, поля ПСИМЮ фактически порождают бесконечно мерную алгебру Клиффорда. Потому что мы знаем, как антикоммутирует между собой оператор ПСИМЮ от З. Это фактически соотношение алгебры, образующая алгебра Клиффорда, то их бесконечно много, поскольку индекс теперь содержит вот такую часть Нью, которая от нуля до девяти, и ССССР, который непрерывно является. И мы для того, чтобы построить представление, нам удобно сделать то же самое, что мы делаем обычным алгебру Клиффорда. Разбить наши... У нас четное количество имеется полей ПСИМЮ, десятимерное пространство. Разбить их на пары, таким стандартным образом, так сказать, с плюсом, типа оператора рождения, уничтожения, и с минусом. Но в другом смысле оператора рождения, уничтожения, в смысле алгебры Клиффорда, когда мы строили явный вид для матриц Дирака. Удобно разбить их так, назовем их так. Операторное разложение, сингулярной части оператора разложения в этом случае будет выглядеть вот таким образом. Плюс регулярная часть. А здесь просто дельта КР. И введем теперь... Возьмем теперь базонизуем эти спинорные антикоммунитирующие поля. Введем пять мазонных полей, Ашка, который вот называется, КАС, единицы до пяти, у которых операторное разложение выглядит вот таким образом. И тогда можно проверить, что если мы определим вот таким образом ПСИ через эти базонные поля, которые имеют такие операторные отложения, то мы убедимся в том, что эти же ПСИК удовлетворяют вот этому операторному разложению. Ну, а, соответственно, операторы поворотов, которые в плоскости в десятимерном пространстве 2К, 2К плюс 1, которые, ну, играют в роли алгебры Картана, да, в этой группе, в группе Лоренца, они устроены из полей ПСИК, ПСИ вот таким образом. И теперь, используя вот это определение, мы можем проверить, что это есть нечто иное, как что-таки токи, которые соответствуют оператору поворотов в одной из гиперплопскостей, они вот так выражаются через производные этого базонного поля. А сам С может быть записан тоже в экспоненциальном виде, оператор, соответствующий спинору, вот в таком виде, как и в степени, линейная комбинация этих пяти полей H. Здесь стоит лямбда К, и эти числа лямбда К, они должны прибегать к значению плюс-минус одна вторая. Вот это определение просто. Определение. То есть имеется всего 32 комбинации, которые мы можем нумеровать этим числом. И теперь мы можем проверить, что по отношению к... что С преобразуется как нужно по отношению к преобразованию Моуренца. Ну и удовлетворяет вот тем соотношениям, которые операторные... сейчас операторные алгебры, которые были здесь написаны. Ну где-то операторное изложение поля ПСИ с полем где оно у меня здесь. Вот это я имею в виду, эти комбинационные соотношения ПСИ-СЭС. Если ПСИ записано через экспоненты таким образом, как выше поля эти генераторы алгебры тоже выражаются через бозонные поля H, как написано ниже ИС, то мы можем проверить и нужно проверить, что это выполняется эти операторные изложения. Вот это такая... она полезна будет и дальше. и можно проверить, что то, о чем я говорил раньше, что размерность просто вычисляя операторное изложение тензора, энергии, импульс с этим полем можно проверить, что размерность уравняется 5-8. Это была бозонизация у нас фермиона Пси в материальном секторе и бозонов и спинорного оператора, который тоже содержит пока что материальные степени свободы. материи я буду называть эту часть нашей теории, которая содержит поля Х, Мю и Пси Мю материи, а у нас еще будут духи. Теперь перейдем к БРСЦ квантованию. Существует два стандартных подхода БРС квантования. Один подход исходить из кавариантного такого инвариантного калибровочного определения и когда есть инвариантность относительно локальной либо по зону случая относительно перепараметризации либо по отношению к супер обобщению периметр и фиксировать калибровку и в результате получаться терминанты Падеева Капова который выражается через антикоммутирующие поля это один подход другой подход взять сразу же калибровку конфорную в бозонном случае или супер конфорную фирменном случае взять вот такое действие у него есть симметрия конфорная в бозонном случае супер конфорная в этом случае и построить как это делается при построении БРСТ формулировки построить соответствующий БРСТ оператор который является фирменной симметрией фирменной симметрией действия уже фиксированной калибровки ну вот значит мы будем исходить из второй тогда действия стандартным образом мы пишем действия пишем действия в уже фиксированной калибровке действия содержит вот эту часть которая является супер конфорной теории поля зависит от полей материи и еще часть которая зависит от духов в случае в озонной струны были фирменные поля Б и С фирменной фирменной струне группа больше это супер вера ссоры соответственно генераторов больше и соответствующих полей Б и С больше называются они полями бета и гамма и это поля в отличие от Б и С бозонные поля размерности Б и С равнялись 2 2 0 2 в левом 0 вправо но есть еще Б с чертой которая наоборот я буду говорить правильно у Б и С духов фирменных духов которые здесь тоже есть размеры размерности 2 0 и минус 1 0 поля у значит бета гамма размерности размерности 3 вторых и минус 1 вторая соответственно бета поля 3 вторых и гамма минус 1 вторая вот эти поля имеют такие операторные разложения Б С они антикоммутирующие полями и бета гамма тоже у минус з снова здесь опечатка ну и соответствующее соотношение между имеется антикоммутирующими антикоммутирующими полями значит это каждая из этих теорий является снова суперконформной теорией но это мы знаем это суперконформная теория с центральным зарядом 3 15 вторых потому что здесь 10 полей имеется и для каждой пары x и psi имеется центральный заряд 3 вторых единица для x и одна вторая для все здесь их 10 всего 15 а у этой системы имеются вот с этими размерностями здесь можно построить просто из этих определений вот из этого и из того что это поля имеют такие размерности уже мы можем построить тензор энергии импульса и дальше значит вычислить операторное разложение тензора энергии импульса и мы то решают эту задачу что центральный заряд вот этой части нашей теории равняется минус 15 значит полный центральный заряд равняется нулю то же самое было абсолютно и в азовом стране там было 26 а у духов минус 26 а теперь поскольку полей было 26 а теперь полей 10 по 10 каждых и это 15 и это минус 15 вот значит имеется вот написан тензор энергии импульса духов же дальше обозначать маленькое же духе а это его супер партнер это ток который является фирменным током и вместе они образуют являются генераторами левой части гламорфной части алгебры супер супер вера ссор это один н1 супер вера ссор в следующий раз у нас будет уже н2 который тоже есть струне и играет очень большую и важную роль здесь пока н1 есть левая н1 н1 правая и соответственно то же самое есть в материальном секторе м это материя здесь обозначает муха здесь есть только тоже своя супер вера 40 вот теперь значит эти как я сказал это это мы знаем что это является супер конформенной теорией поля ну и вообще знаем все симметрии которые у нее есть какие симметрии есть у этой теории есть симметрия значит конфорная супер конфорная есть симметрия в тагет спейс св1 и 9 имеется еще супер симметрия которая представляет вот эти поля между собой и значит что касается этой теории то тоже она является супер конформенной теорией поля и значит эти две эти это теория духов состоит из двух из пары на самом деле теории теории бц духов фирменных и бета гамм вот такие теории они являются частным случаем так называемых бц систем бц системы это система у которых действия для двух полей которые b маленьким в отличие от b большого я обозначаю c маленького в отличие от c большого этого конкретно в нашей теории строн это бц система значит действия по определению является интегралом является имеет первый порядок содержит производные первого порядка это действие первого порядка поля бц имеют размерности б пускай имеет какую-то размерность лямбда а c имеет размерность единицы минус лямбда сумм единицы ну в нашем случае б вот для фирменного лямбда равняется двойке а это минус единица а для в зонных духов это равняется 3 вторых а это 1 минус 3 вторых минус 1 вторая вот и значит и кроме того эти поля могут иметь разную статистику поэтому введем кроме индекса лямбда который уже параметры лямбда ведем еще параметр эпсилен статистики если эпсилен у нас будет равняться единице то это фирме статистика будет а эпсилен минус единица базе статистика ну уравнение движения которое следует из этого действия имеет вид d с чертой на b то есть гламорфность требования гламорфности b и c соответствующие корреляционные функции имеют вот такой вид единицы на у минус c и мы можем вводить стандартным образом моды ну через контурный интеграл бейтс или раскладывать можно сказать раскладывать по z но имеется ввиду применение поведения этого поля вблизи какого-то поля стоящего в точке 0 тогда возникают моды bn и здесь введен еще один параметр new который связан с тем что по отношению к этим полям другие поля с которыми они входят в корреляционные функции будут иметь статистику либо по отношению к нему будут иметь свойства взаимной локальности разве могут иметь свойства взаимной локальности разные это также это происходит происходило с полем psi семью которые по отношению к одним полям вела себя как не менял знак при обходе вокруг точки в которой находится поле или меня то же самое здесь этому будет отвечать индекс нью который будет пробегать значение ноль для значения одна вторая и это будет называться свойством для этого поля по отношению к которому поля B и C ведут себя менять то что это поле принадлежит к сектору не B а принадлежит и C к сектору рамоновского сектора поля по отношению которое обходит B и C принадлежит к сектору если если не уравняется одной второй если не уравняется нулю то к сектору сектору значит НС сектора вот теперь у этой B и C системы можно определить определить вакуум таким образом как что B N вектор что B N для всех N больше чем единиц минус лямбда лямбда вот это спин этого поля размерности поля B от Z его аннигилирует вектор и C N эти соотношения совместные совместность этих соотношений обеспечивается таким видом антикоммунационных соотношений да кстати здесь в отличие в зависимости от того принадлежат B и C система является ферми полями обладает ферми статистикой или база статистики здесь стоит эпсилен в зависимости от этого эпсилен как мы знаем именно соответствует тому какое поле обладающее какой статистикой поля поля мы сейчас рассматриваем так вот эта статистика сказывается на том будут соотношения коммунационными или антикоммунационными эпсилен а также как устроено сопряжение для совместности делается вот теперь мы можем определить у B и C систему некоторое представление пространство представления как всегда мы его определяем определив некоторый вектор который как бы базисным является вектором значит и этот вектор он вот здесь определен таким соотношением вот теперь да это окажется сейчас дальше что в случае в случае в случае когда статистика B и C системы является фермионной имеется по большому счету одно пространство представления уникальное единственное со старшим с вакуумом а что касается а если статистика базона то это не так имеется бесконечное число представлений эти представления разные представления называются картинные пикчис вот так здесь поскольку мы здесь не говорили B и N какой статистика обладает то просто надо сказать чем выделено выделен этот этот вакуум в случае когда существуют разные разные вот представления в будущем он является SL2 вариантом действительно у нас имеется у нас имеется в группе нашей группе в нашей алгебре супервиросора имеется под алгеброй SL2 образуемый генераторами L0 L1 L-1 и этот вакуум является инвариантным относительно SL2 хорошо тензор энергии импульса значит можно получить обычным образом либо значит подключив к метрике затем стандартным образом определить как тензор энергии импульса как т-меню как производная по метрике вариационная производная по метрике либо из теоремы теоремы нютер вот и тогда тензор энергии импульса для ВС системы вот выглядит таким образом но дальше мы можем из определения из оператора из операторного изложения из определения тензора энергии импульса можно вычислить центральный заряд ВС системы и он вот таким образом выражается центральный заряд через лямбда и через эпсилен который статистика заведует статистикой кроме того ВС системы поскольку есть нютеровская поскольку есть нютер инвариантность относительно у один группы вот такая у нашего действия то еще есть ток соответствующий ток нютеровский ток ток числа духов числа ну такой же ток который был у нас для духов ВС в фирменном бозонном случае ток вот так выражается через поля ВС он имеет размерность один ну и его операторное изложение которое можно вычислить просто зная опять же оператор изложения самих полей ВС и вид тензор энергии импульса и тока он имеет оказывается такое упражнение оказывается что он имеет вот такой вид как здесь написано если бы этот ток был снова примарным полем просто с размерностью один ток духового числа ВС вот этот ток то мы должны быть только в операторном изложении два слагаемых вот этот и это полагается примарному полю это слагаемое свидетельствует о том что размерность этого тока равняется единице но есть еще как и было в бозонном случае еще вот этот полюс третьего порядка и этот полюс третьего порядка соответствует 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 тому что при Это аномалия является. Ток сохраняется, но имеет квантовую аномалию, которая приводит к важным следствиям для баланса, каким требует определенного баланса духового числа для того, чтобы корреляционная функция амплитуда струны, корреляционная функция вертексных операторов, не исчезала при вычислении определенного рода. Так вот, из этого следует, естественно, как будет преобразовываться этот ток при бесконечно малых преобразованиях координат, кламорфных преобразованиях координат. Вот, он преобразуется так. Это то же самое, что у нас было в озонном случае. При конечном преобразовании, гламорфном преобразовании, становится вот таким. g от z приходит, g стильный, w, связанный с исходным вот таким образом. и действует так же, я это не повторяю здесь, как мы выводили следствие вот этого факта. Мы брали, рассматривали корреляционные функции, вставляли амплитуду, которая была средним от физических вертексов, вертексов в соответствии с физическим состоянием, вставляли в нее еще интеграл от тока духового числа, который охватывает все поля, которые туда входят. И поэтому, с одной стороны, при стягивании контура на каждое из полей, мы получали сумму духовых зарядов полей, которые стоят там. Но, с другой стороны, растягивая на бесконечность эту штуку, используя свойства, которые имеют этот топ по отношению к преобразованию инверсии, мы получали, что это суммарное духовое число должно равняться единице, не единице, а вот тому, что здесь написано. Должно равняться единице минус 2 лямда, где лямда – это вот размерность поля B, духового поля B, на G минус 1, где G – род поверхности. Вот, скажем, если у нас была BC-система, то там лямда равнялась двойке, значит, 1 минус 4 минус 3. Если мы берем род 0, то 1 минус 3 умножилось на минус 1. Тройке, то есть, чтобы средняя от вертексов не равнялась нулю, то есть число вставок духа С минус число вставок духа B должно равняться 3. А теперь у нас в фирменной струне имеется два сохраняющихся тока. Один – духовый ток, духов Bc, B большое, C большое, а другой – β-гамма. И так что есть два такого, два закона сохранения. Это приводит к очень интересным последствиям, к которым сейчас мы поговорим. Теперь Bc-систему можно базонизовать снова, но это удобно сделать. Для этого, значит, надо различать две ситуации. Если Bc обладает статистикой фирме, то есть ε равняется плюс 1, то тогда базонизовать их можно одним полем, базонным полем. То есть, если мы введем базонное поле, которое имеет вот такое поведение, φ от у связи от z, или производная dφ по 2 связи от z равняется 1 на u-z, поле с первого порядка, то отсюда мы выведем, что вот такие экспоненты, ε в степени минус φ и ε в степени φ, где φ является, будет, где Bc – это наши сами поля Bc. Если мы напишем такое экспоненциальное представление, то мы, во-первых, можем проверить, что Bc имеет нужный нам полюс при их слиянии. А если перепишем тензор энергии импульса, используя их, тензор энергии импульса Bc через поле φ, то он будет иметь вот такой вид тензор энергии импульса и будет удовлетворять тому соотношению, как полагается тензор энергии импульса с нужной, значит, со всеми нужными константами, с членами. Так что Bc очень просто выражается. А вот для ферми статистики простая бозонизация одним полем. А что касается базе статистики, то здесь одного поля φ мало. Оказывается, что для того, чтобы бозонизовать, нужно взять кроме поля φ, которое подчиняется теперь бозонному случаю, здесь минус стоит, имейте в виду не плюс, как было здесь, а минус, минус z. А, во-первых, надо взять поле φ с таким вот операторным изложением, и еще два ферми поля, это z и xi z, то есть они ферми статистикой обладают, у которых размерность у это единица, а у xi 0, и, значит, которые обладают вот таким операторным изложением. Вот такой полюс. Вот тогда, значит, утверждение заключается в том, что если мы B в этом случае, в случае базе статистики, B мы все равно называем пока что Bc, а когда там перейдем конкретно к струне уже, мы сейчас рассматриваем Bc-систему для случаев разных лямбда и разных статистик, а потом Bc маленькие для фермионных духов в струне будут называться Bc большими, а Bc маленькие для бозонных духов будут называться бета-гамма. Так вот из этого определения можно проверить это упражнение, которое надо сделать, оно такое не совсем тривиальное, что c и b будут иметь вот такое операторное изложение, c с b будут иметь плюс а, знак будет такой именно, как здесь, как нужен, вот здесь нужен минус, в отличие от того, что было у фермионов, и фермионов здесь стоял тоже плюс, и c с c будут регулярно, и b с b будет регулярно, это упражнение. Теперь мы можем сделать еще один шаг, и вместо двух фермионных полей, это их c, их уже в свою очередь взять и бозонизовать, и написать их вот в таком виде. Это от z выглядит так, а к си от z так. И тогда уже сухой остаток заключается в том, что через эти два, где хи это, где хи это бозонное поле, сейчас, а где я что, не написал его, его, я не написал его, прошу прощения. Да, хи, наверное, хи с хи удовлетворяет, удовлетворяет, но одно из двух, либо хи от у с хи от z равняется, производная, в смысле, единица на у минус z, либо плюс, либо минус единица на, делить на у минус z, либо плюс единица. Ладно, это я потом допишу. Хорошо, и теперь, значит, можно проверить, что все вот эти соотношения выполняются, если хи и хи являются бозонными полями, вот с таким, значит, это поле хи, с таким оператором изложения, а поле хи, по-видимому, с обратным, с противоположным знаком. Да, Александр Абрамович, а можно хи плюс хи как бы объединить в один комплексный бозон? Получается, как бы, если у них разные знаки будут, то хи как бы будет действительно бозон, а хи будет на него бозон? Думаю, что нет. Думаю, что нет, что это нельзя сделать, мне кажется. они играют в разную все-таки роль. Вот, теперь, значит, теперь мы можем ввести, кроме того, в дальнейшем нам понадобятся вот такие экспоненциальные поля, ну, что, естественно, предположить, которые имеют вид экспонент от этих бозонных полей. Так вот, экспоненты будут именно содержать поле хи, а не хи. Значит, теперь вернемся к нашей БРСТ-симметрии. Значит, что мы делали до этого? Это была вспомогательная совершенно такая часть про систему, БС-системы. Просто надо знать, что такие существуют. Но у нас они возникают чисто конкретно, когда мы производим БРСТ-хантование, применяем БРСТ-подход к нашей НСР-струне, тогда у нас возникло действие, в которой есть БС и БТ-гамма с вполне определенными размерностями 2-1 и 3-2 минус 1-2, которые, кстати, супермультиплетно образуют эти поля. И действие обладает фирменной симметрией, БРСТ-симметрией, генератором которой является КУАДБ. КУАДБ – фирменный БРСТ-заряд, который записать, как мы это делали раньше, можно через ток БРСТ-заряд от буквы БРСТ-заряд. Вот слово БРСТ-заряд. Чтобы отличить у нас букву КУ, к сожалению, неоднократно от нее трудно отделаться, но она в разных смыслах является. Значит, этот БРСТ-заряд выражается через ток. Ток имеет такой вид. Ну, он достаточно сложный. Здесь имеется, значит, если бы была бозонная струна, то мы помним, что нужно взять тензор энергии БРСТ-заряд бозонной и помножить на дух С. Вот таким образом устроен БРСТ-заряд ток. БРСТ-заряд ток, да. Интеграл от него, который применение КУБЭК, КВЕРТКСу, стоящего в какой-то точке, есть интеграл вот от этой, по контуру окружающим этом поле. А тут вот такая сложная комбинация, ну, которую по-разному можно записать. Например, можно ее записать так. Дух С фирменный на ТМ материи плюс 1 вторая Т духов. Это было раньше. А теперь еще прибавилось плюс гамма на супер ток группы нашей Н1 супервиросора ЖМ плюс 1 вторая Ж духов. Вот. Ну, вот явно, совсем явно написано так. Ну, можно проверить теперь, что этот как выглядит операторное изложение этого тока с духом фирмионом В полюсе первого порядка стоит тензор энергии импульса. Откуда будет следовать? Понятно, что коммутар Турку СБН равняется Элен. Причем Элен, когда я пишу просто тензор энергии импульса, я имею в виду суммарный тензор энергии импульса всей системы материи и духов. Т это Т материи плюс Т духов. Ж это Ж материи и Ж духов. Вот такие операторные изложения. Ну, и из них следует вот такое, что БН с Ку антикоммутатор есть Элен, генератор полный Элен, а КБ с Духом с компонентой Духа бета поля бозонного Духа есть супер супер партнер тензора энергии импульса. Ну, и можно проверить, что как действует вы как действие под действием этой супергенератора этой выростой симметрии преобразуются разные поля. Поле X-MU преобразуется вот как здесь написано. Поле ну, в общем, написаны некоторые выражения, которые надо получить, в том числе вот те, о которых я сейчас говорил. Но кроме того, есть вот такие последние два, которые говорят о том, что КБ с тензором энергии полном коммутирует на ноль, когда D равняется десяти. И вот это. Используя эти соотношения, мы можем проверить, что две вещи. Во-первых, то, что действие является инвариантным, действие, полное действие струны, НСР струны, содержащие поле хмю и все четыре поля духов, инвариантно относительно БРСТ действия, кроме того, что КБ в квадрате равняется нулю. То есть Ку является дифференциалом и поэтому определяет как точность так же, как в бозонной струне кагмология. Кагмология. БРСТ кагмология. И утверждение заключается в том, что физическим состоянием соответствует БРСТ кагмологии. И этот язык кроме того позволяет решить эту проблему с фюрьменным вертексом частности. Ну вот, значит, применяя бозонизацию, о которой мы говорили в общем случае для ПЦ-системы, мы в данном случае применяем к этому, БЦ образует фюрьменную систему, и, значит, они бозонизуют с одним бозонным полем сигма, как здесь написано, сигма, здесь, видите, здесь плюс стоит, логеря з, и тогда эти поля удовлетворяют именно фюрьменный перестановочным соотношением насчет плюса здесь, и, а бета-гамма нужно для два поля фи и хи, да, вот здесь написан знак, который я говорил, бета вознанисуется вот таким образом и таким, дальше, и гамма-дух вознанисуется так. Теперь в бета-гамма духе значит их монодромия зависит от того, принадлежит ли вертекс как как и значит было и раньше принадлежит ли вертекс к отношению к поля ПСИ, принадлежит ли вертекс к НС или к Р-сектору. То есть если мы обходим некоторые поля, которые я здесь не написал, подразумевается, что здесь стоит поле в точке 0 и поле ПСИМИО, ну, то, которое знакомое нам поле ПСИМИО, мы обносим вокруг этой точки и если знак остается единица при возвращении при полном обходе, то это поле относится к НС-сектору, а если минус единица, то к Р-сектору. Так вот, то же самое требуется, свойства требуются по отношению к бета, бета и гамма духам. Почему? Откуда следует это требование? Оно следует из вида токов. вот посмотрите, значит, куда нам писали, вот сюда. Вот есть ток супер, не супер, ток БРС-заряд, Ж. Естественно, для того, чтобы применять заряд КО к какому-то локальному полю, стоящему в точке 0, а контур являются вокруг этого поля. Естественно, этот ток должен быть определен, должен быть однозначным, контур должен быть замкнутым. Это приводит к следующим следствиям. Вот у нас здесь входит в частности, вот скажем, такое слагаемое. Гамма на Ж. Ж это суперток. Как устроен суперток? Давайте даже вот гамма вот сюда посмотреть. Этот сложно, вот этот проще. Как устроен суперток, суперпартнер тензора энергии импульса в материальном секторе? Он имеет простой вид ПСИМЮ на Д ИКСМЮ по ДЗ. Правильно? Вот откуда видно сразу, что его размер с 3-вторых и откуда видно, что он содержит полипсии однократно, а не двукратно, нечетно. Одно полипсии. ДИКСМЮ это ПДПСИМЮ. А полипсимю в зависимости от того, к какому локальному поле применяется МРСТ-оператор меняет знак или не меняет знак при обходе. Соответственно, когерентно поле гамма должно тоже не менять или менять знак, чтобы вот эта штука была, это произведение было однозначной функцией, как все остальные слагаемые, иначе просто этот ток будет определен некорректно. отсюда следует ну и остальных полей тоже легко проследить отсюда следует что должно быть такое выполняться такие свойства монодромии. Все поля по отношению к ПСИ в этой гамме делятся относится либо по отношению к ним ко всем сразу либо кер-сектору либо кер-сектору оно здесь написано. теперь важный факт еще заключается в том что вот то, что я говорил про то, что в то время как представление про станцию представления для ферми полей БЦ БЦ для фермендуха БЦ является единственным фактически вследствие принципа Паули. Мы можем конечно определить какое это состояние основное состояние можем определить так БН БОЛЬШИХ ПЯТИ БОЛЬШЕ РАВНОМ ПЯТИ БОЛЬШИМ Скажем или БОЛЬШЕ РАВНОМ ПЯТИ убивает это состояние АЦН при Н больше минус 5 тоже убивает это совместно будет с антигумбационными соотношениями и получится значит некоторое по определению некоторое основное состояние действия на него остальные БН которые не убивают АЦН мы получим всевозможные состояния в частности мы получим состояние такое которое мы называли вакуум а именно что БН при Н большем или равном нулю убивает это состояние АЦН при большем АЦН БН большем нуля его убивает такой вакуум действий на этот вакуум некоторым пятью операторами В1 В2 В3 В4 или В5 может быть тоже мы получим состояние с теми свойствами которые я сказал раньше поэтому существует единственное мы можем заполнить те состояния которые там были не заполнены в силу фермистатистики а однако это не так для духов поэтому для духов существует много вакуумов точнее бесконечно много вакуумов которые будут называться Q которые определяются вот такими условиями ну тут надо всегда учитывать спин удобно точнее ну и конечно в сумме в сумме они должны удовлетворять условия больше равно нулю чтобы существовал такой вектор это согласовано условия для согласования такого вектора вот возникает такое есть такое состояние есть такое состояние на него можем действовать операторами которые его не уничтожают и разные состояния отличающиеся разными этими куб они никак не могут быть получены как пространство эквивалентное состояние с другим вот такие разные состояния разные такие представления называются картинами эти представления они не являются заморшными друг к другу если мы говорим о самой bc-системе бета-гамма-системе но оказывается что в струне если мы говорим уже не о всем пространстве так сказать фокус пространстве всех этих операторов а пространство определяем физическими условиями то пространство физических состояний каждом из них и заморш на пространство других вот такая теорема есть поэтому существует много бесконечно много представлений и оказывается что это очень важным является для будущего вот именно для определения для определения амплитуд рассеяния потому что струны потому что у нас имеется два условия баланса духового числа баланса духовых баланса условия двух духовых чисел духовых числа bc системы и бета гамма системы и если мы хотим определить удовлетворить обоим то нам нужно выбирать для бета гамма для вертексов бета гамма системе мы должны выбирать вертексы относящиеся по отношению к бета гамма системе принадлежащими к таким картинам чтобы суммарное духовое число суммарное духовое число было сумма духовых чисел удовлетворяли двум соотношениям которые я описал да в терминах бозонных полей о которых я говорил такому состоянию состояние соответствует просто экспонента вот такая в в таком есть степени кухи это можем проверить что вот если мы возьмем такое то мы это будут выполняться вот эти эти соотношения которые написаны здесь ну значит можно опять же из этого определить и знание тензор энергии импульса и тока духового тока можно определить значение для этого состояния значение размерность она будет вот такой как здесь как здесь написано иметь это выражение где q вот такое большое такое просто для краткости написано комбинации которые входят в разные места вот теперь в частности для бета-гамма системы эпсилин поскольку это бета-гамма это мазонные поля то эпсилин равняется минус единица лямбда равняется три вторых дельта q равняется q квадрат плюс 2 q пополам хорошо теперь физическим состоянием соответствует значит утверждать что соответствует наказывается примерно так же как мы это делали в бозонной струне брестэка гомология и можно выбрать брестэка гомология то есть q фи который уничтожается q и дополнительно наложить условия b0 на фи обращается 0 это то что было у нас в бозонной струне и показывало что это брестэка гомология утверждение состояло в том что такие в бозонной струне к гомологии которые являются гемологией плюс дополнительные слои, соответствуют как класс. То есть по модулю точных ПРСЦ-полей соответствуют физическим полям. Но здесь добавляется еще дополнительное условие. Но важно, что с физическим состоянием можно сопоставлять и другие поля в разных картинах. Вот пример. Возьмем Q равное нулю. Тогда у нас было в НС-секторе состояние векторной частицы на уровне 1,2. Она записывалась так, Dxμ, ну а минус, она записывалась так, B-1,2, μ на К7 на Е степени КХ. И как квадрат равнялась нулю, на уровне 1,2. Вот этому состоянию в картине 0 соответствует вот такой, в картине минус 1, вот в картине минус 1, соответствует такой, значит, это такая каноническая картина. Соответствует вот такой в НС-секторе, такой вертекс к Симеу на Псимеу. Ну, это то же самое, что B-1,2, μ, да, когда мы будем применять там, когда мы это будем применять к единичному оператору, на Е и КХ. Как квадрат равняется, как квадрат равняется 0. Можно проверить, что B-1,2 оператор, что это Q замкнутый, используя выражение для B-1,2 заряда, что оператор B-1,2 действует, аннигилирует это. И что он не является точным. Но вот это поле, это в другой картине то же самое состояние. И этим можно использовать этот факт. Вот в НС-секторе, вот спинорное поле в картине тоже каноническое, минус 1,2. Да, минус 1, картина в НС-секторе, и минус 1,2 в НС-секторе называются каноническими картинами. Да, еще не сказал, что в НС-секторе Q пробегают полуцелые значения, а в НС целые. Значит, вот это наш оператор, который мы знали. У альфа спинор, который удовлетворяет уравнение Дирака с массой 0, на S альфа от Z, на E, K, X и K, импульс K квадрат равняется 0. Вот пока у нас не было духов, мы знали, что вот этот оператор соответствует спинорному физическому состоянию на нулевом уровне. А вот, введя духи, мы увидели, что для того, чтобы построить BRST-вектор, нам надо добавить еще множитель Е в степени минус 1 пополам. Для того, чтобы это был РСТ-вариантным, и для того, чтобы размерность этого состояния равнялась бы, равнялась бы, не могу сейчас сообразить, это надо, мне здесь не написано, надо почитать, либо 0, либо единица. Но вы помните, что BRST-состояние бывает, было так, в бозонной струне, либо локальными полями с размерностью 0, либо интегралами от полей, зависящих от Z, примарных полей, с размерностью 1. Я говорю, что надо вспомнить. Вот это, размерность этого была 5 восьмых. Мне кажется, а, у нас где-то есть формула. Минус 1, 2. Сейчас вот, найдем я. Вот размерность. Размерность равняется Q квадрат плюс 2 куполам. Если минус 1, 2 поставить, сколько здесь будет? Скажите. Еще раз повторите, я не услышал. Чему равняется эта размерность, если Q равняется минус 1, 2, как у того вертекса? Ну, по-моему, 3 восьмой. Минус 1 восьмой, мне кажется. Минус 1 восьмая, да. Минус 1 восьмая. Нехорошо. А, нет, нет, неправильно я сказал. Там вот Q квадрат плюс 2 Q, это будет, ну, если бы еще плюс единичка была бы, это было бы. Нет, подождите, Q равняется минус 1, 2, я сказал, да? Да, да, да. А к чему это равняется? Сейчас. Минус 3 восьмых, как? Минус 3 восьмых, да. Сейчас. А почему не минус 1, не 1 восьмая, а 3 восьмых? Потому что, чтобы была 3 восьмых, нужно... Чтобы была 1 восьмая, нужна еще единичка сверху. А, нет, все правильно, да. Значит, сколько... Еще раз. Здесь 1 четвертая минус единица, да? А, минус 3 четвертых, минус 3 восьмых, плюс 3 восьмых. Все правильно, как должно быть. Смотрите, значит, размерность вот этого 3 было 5 восьмых, да? Помните, у нас было 5 восьмых, а это 3 восьмых. Итого в сумме это дает 1 размерность, и поэтому это надо рассматривать как такую плотность. Физическое состояние – это интеграл от этой штуки. То есть это примарное поле с размерностью 1. Это уже такой полноценный вертекс, который соответствует физическому состоянию. Отщепляются, в частности. Помните, мы доказывали, что отщепляется 0 состояние от этого. И вот это и есть главный результат, замечательная работа книжника и тех трех ученых. Называется, во все книжки по теории страны это входит, фирменный вертекс. Вот тот же самый фирменный вертекс можно построить, если, а бывает, это нужно, в разных других картинах. У 1, 2, и он здесь написан явно в Q-3, 2 и так далее. Ну вот это я просто напоминаю, что условия сохранения, аномального сохранения токов ВС и токов ВТ-гамма духовых зарядов накладывают ограничения на суммарный баланс духовых чисел ВС духовых чисел и ВТ-гамма духовых чисел вертексов, которые здесь входят. Здесь они либо точка, кстати, либо интегрируются, неважно. Это, кстати, не меняет этого самого духового заряда, это не меняет. Ну вот, и, значит, два, вот, имеется два следующих из закона преобразования аномального слия закона операторного возложения, аномального операторного возложения духового тока от этого и этого в зависимость входит. Вот эта разность равняется вот этому. Поэтому суммарное число должно быть. Да, мы должны помнить, что духовый заряд приписывается, ВС духовый заряд приписывается единице С и минус единица В. Ну и то же самое здесь, единица гамма, но уже другой духовый заряд бета-гамма, минус единица бета. И вот эта разность должна равняться вот этому, где же это род римановой поверхности. Да, ну, а духовый заряд экспонента, ее степень ку-фи, вот, тоже это надо учитывать, равняется ку. Ну вот, значит, это все по поводу, о, как здорово, это все по поводу струны. Если нет вопросов, то я, как всегда, хотел несколько минут рассказать кусочек про эти инстантоны. Вот, в прошлый раз мы написали уравнение на матрице ADHM, 4 матрицы, которые задают пространство модулей инстантонов. А вот на семинаре, который был в прошлый четверг, там были матрицы B1, B2 и EG. Вот я хочу показать, как связано одно с другим. Да, давайте. Давайте, да? Хорошо, значит, тогда я открываю эту, закрыть, наверное, надо. Или не обязательно закрывать, не обязательно это будет между. Вот я открываю эту картинку. А куда она пройдет? Теперь надо вот окно, которое вы вниз утащили, и он наверх утащил. Так, утащил. А, оно превратилось в это. Вот, значит, ну, здесь на эту тему были тоже какие-то лекции в свое время, которые мы там с Бауэром обрабатывали, записывали. Значит, вот, значит, у нас имеется уравнение дуальности, да? Мы использовали для построения решения, используется вот эта проекция, проекция C4, C4 на R4, которая задается вот этими формулами. СМИО, ну, это то, что я говорил, просто повторяю обозначение, значит, этими формулами. И есть проекция C4 в четырехмерное вклидовое пространство. АМИО заодно связанность R4, и, значит, она поднимается, pullback делается, и возникает там связанность CI dxμ по dz на μ от x от z и CI с чертой, от z с чертой, которая, значит, и эта связанность имеет два ноль компоненты. Если мы связанность внизу на R4 равнялась 0, то связанность наверху равняется, имеет два ноль компонента 0. И, значит, дальше, используя этот факт, Атья Дринтвиль, кто это такой? Неправильно. Это здесь должно стоять HM. Там был в прошлом файле. Строить таким образом, значит, это эту связанность, которая является, значит, еще раз, что нужно для того, чтобы связанность была самодуальной? Нужно, как используя вот эту проекцию, на проекцию сигма-инвариантную, сигма-инвариантную проекцию, которая инвариантна относительно вот этого преобразования сигма-антиинволюции, как, используя ее, построить связанность на R4 самодуальной. Для этого связанность, значит, наверху, во-первых, должна быть, иметь форму кривизны 2.0, равное нулю, а, во-вторых, должно быть постоянной вдоль каждого слоя, умерного слоя, который проектируется в данную точку, на R4. Но это делается таким образом. Выбирается 2N, N большое, N это топологический заряд, N большой, это топологический заряд, а K будет ранг группы. Мы будем, конструкция здесь написана для группы калибровочной SUK с топологическим зарядом N. Значит, строится N векторов, вот они называются буквами, буквами A, U, N векторов, которые, да, берется, значит, мы берем 2N плюс комерное, 2N плюс комерное линейное пространство, где N, значит, инстантонное число, а калибровочная группа SUK. Значит, в нем вводится, ну, имеется эрмитва спаривание, E, это ортонормированный базис в этом пространстве, E, и, да, K – это ранг, группа, и, значит, E, этот базис, он не зависит от Z. И мы вводим, мы вводим в этом 2N плюс комерном пространстве вводим такое расслоение 2N мерное, где 2N векторов зависит таким образом от Z. N из них векторов A пробегает, а маленькое пробегает значение от 1 до N большого. N из них зависит линейно и голоморфно от Z1, Z2, Z3, Z4. Линейно, голоморфно и однородно зависит от этого. EI – это наши базисные вектора, которых, значит, имеется 2N плюс K штук, а это коэффициенты просто, это числа. Так что, это матрицы A, D, R, S – это матрицы N на 2N плюс на 2N плюс K матрицы. И это, и это, это такие прямоугольные матрицы. A, D, R, S. А другие N векторов вводятся, определяются, значит, таким образом, что они являются, они получаются из этих векторов как раз той самой операции Сигма к антиинволюции, которые Z1, Z2, Z3, Z4 переводят в минус Z2 с чертой комплект сопряженной плюс Z1 и так далее. То есть, тем самым эти другие N векторов, N большой векторов зависят от Z с чертой линейно, однородно и голоморно с чертой. Вот. Кроме того, мы требуем, чтобы мы требуем, чтобы они были линейно независимы эти вектора и чтобы U были ортогональны вектором V. Вот теперь мы в нашем 2N плюс комерном пространстве имеем зависящие от Z 2N векторов U и V и в отношении которые обладают теми свойствами, которые я сказал. И по отношению к ним мы находим еще K векторов. У нас осталось измерение K векторов, которые ортогональны и к этим, и к этим. А кроме того, ортогональны между собой. Тогда эти вектора утверждаются, если мы вычислим вот такое спаривание, то есть производные каждого из этих K векторов спроектируем на один из этих же K векторов, вот что здесь опозначено RS, это номера этих K векторов, а I это D по Z и то про это имеется два утверждения. Во-первых, кривизна 2.0 кривизна будет равняться нулю то есть производная вот этого по DZG минус наоборот плюс коммутатор будет равняться нулю. Это одно условие, которое там выше было в этой времени у нас было сформулировано. А второе условие эти это связанность будет обладать свойством проектируемости. То есть она будет являться значит пулбэком связности, которая находится на R4. Это можно проверить, но это такая арифметика простая, но я не буду об этом говорить. Итак, значит, мы получили вот это. Теперь надо записать вот эти условия, что эти вектора, вот эти N векторов ортогональны этим векторам. Не забудем, что это как называется эрмитово скалярное произведение. То есть когда мы пишем то, что стоит здесь слева, то надо комплексно сопрягать. В результате вот это выражение в левой части является гламорфно зависящим от Z, зависящим билинейно в второй степени. То есть это выражение имеет вид линейная комбинация ZI на ZG вот этих четырех помноженные на какие-то коэффициенты, которые билинейно зависят от A, D, R и S. Вот пишем эти линейные, выписываем эти линейные соотношения и мы с вами их уже писали. Вот в прошлый раз они выглядят вот таким простым образом. На матрице AD S пишутся такие линейные соотношения. матрица N на 2N плюс K. Теперь эти матрицы, как мы помним, являются является имеется независимость от того, что мы ищем, самодуальной связанности от выбора некоторых данных. А именно, если мы возьмем исходные вектора вот EI 2N плюс K. Кто такие 2N плюс K? Это был ортогональный базис в W. Ортогональный, значит, мы могли его преобразовывать этот базис группой U 2N плюс K. 2N плюс K. от 2N плюс K унитарной группой. От этого ничего не зависело. У нас все дальнейшее очевидно и легко проверить. Кроме того, вот здесь E находилась из условий ортогональности U и V. Поэтому вектора E, которые определяют нашу связность и связность. Поэтому мы U и V в свою очередь точнее E из условий ортогональности и поэтому мы можем по-разному выбирать эти E. Эти E можно вот еще имеется этот произвол. Ну, используя его, легко посчитать, сколько здесь имеется произвола. Мы в прошлый раз считали, мы получаем, что в результате в этих число параметров этих матриц ADRS минус число уравнений, которое здесь содержится, нижняя свота, калибровочная свобода выбора базиса в исходном большом пространстве 2M плюс k и выбора этих векторов E. В результате мы получаем, что число параметров равняется 4NK. В прошлый раз сделали. А теперь утверждение заключается в том, что мы, если мы возьмем и сделаем такую подстановку, такой анзас ADRS выразим через две матрицы N на N V1, V2 и матрицы N N на K и K на N матрицу G, то большая часть этих уравнений удовлетворится тождественно, а оставшиеся уравнения будут выглядеть вот так, где B это значит N на N матрица, V2 это N на N, как я сказал, а это N на K матрица. А это K на N выглядит таким образом эти уравнения и имеется достаточно инвариантная симметрия. Мы можем профакторизовать решения этих уравнений по действию унитарной группы U, U, N. Теперь легко посчитать размерность уже число параметров здесь, минус число уравнений минус вот этот произвол и убедиться в том, что это есть четыренка. Вот просто про то, как связано между собой, как связано между собой, значит, эти у нас две известных два известных способа задать пространство модулей инстантонов. Имеется еще один третий принадлежащий Дональдс. вот этот не очень удобно из-за того, что он не является гламорфным. Мы можем от этого уравнения игнорировать это уравнение, убрать, расширив при этом группу симметрии. И значит есть это более удобный способ еще. Третий. Вот на этом все. Хорошо, тогда я останавливаю запись. Да, а скажите, а что то,